МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня, сержант Ступок. Нарушаем? Превышаем? Оформляем? Командир, где же я превысил-то? Где? Прямо на дороге. Да не, ну я вроде же ничего не нарушал. Дорогой мой, если бы мы получали штрафы только от тех, кто реально нарушает, я бы уже тут на одну зарплату похудел. Так что давайте. Да что ты с ним разговариваешь? Слышь, ты чмо в погонах. Сейчас вот мой муж делает один звонок, и у тебя два погонщика слетят, понял? Ух ты, как вы оригинально зараз себе сбільшили штраф. А что такое? Денег богато? Чи мужа вообще не любите? Сейчас тебе твое руководство так полюбит. Давай, звони, звони начальнику ГАИ. А ты давай тренируйся, на колени задавись, чтобы вымаливать прощение, понял? Да, ну зачем же беспокоить человека такого по таким мелочам? Начальника ГАИ. Звони, 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 давай. Гусечка, я как знала, что ты позвонишь. Твоя грыза опять уехала, все молчишь. Алло, товарищ генерал? Да, тут ваши совсем оборжели. Да. Слушайте, пожалуйста, помогите мне, подыграйте, а? Я вам тысячу гривен дам. Тысячу. Две. Полторы. Давай. А что? Трубочку дать? Даю. На! Алло, не слышно вас пока, товарищ генерал. О, начинаю слышать. Да, товарищ генерал, слушаю внимательно. Что? Запомнить лицо и никогда больше не останавливать. Понял, выполняю. Прямо сейчас же отпустить и счастливого пути пожелать. Есть, сделано. Вот так вот. Спасибо. Понял? Ага. Не буду вас задерживать. Съел лошара. Это тебе еще повезло, что ты в погонах остался. Ага. Ну, че ты? А шо че ты? Шо че ты? Такие мало, таких уродов. Ой, снова начальник АИ звонит. Сейчас доходочка тебе и прилетит. Ап. Буся, а че сорвалось? Так че, твоя грифта уехала? Алло. Алло. Я, наверное, пойду. А ну стоять. Сейчас будете составлять протокол о тяжких телесных. Потому что я сейчас буду звонить ему судьям и прокурорам знакомым. Кобелина. Не надо, не надо. Доктор, плохого мальчика вы играете лучше, чем хорошего доктора. Никого. А ну стоять. Здрасте. Вы что там в пенсионном фонде? Совсем с ума сошли? А? Я говорю, закрыты мы, бабушка. Не слышу ничего. Бабушка, вы кабинетом ошиблись. Это пластическая хирургия. Ай, ну все правильно, я к вам. А мы милостыню не подаем и субсидию тоже. Да ничего мне этого не надо. Не надо. Так а что вам нужно? Сиськи хочу себе. Что? Что? Ты что, глухая что ли? Что молодая вроде? Сиськи, говорю. Сиськи сделать. Ну и причем не такие прыжчики, как вот у нее. А и не такие блинчики, как у меня. А вот такие. Ой, здоровые такие. Настоящие. Наливные. Вот такие вот. Я за вашу пенсию даже не хочу смотреть, какие у вас. А? Доктор говорит, что после вашего осмотра ему самому придется обращаться к врачу. К психиатру. Вот столько тебе хватит, милок? 20 тысяч евро. Ого. А откуда столько? Вы что, банк ограбили? Бабушка квартиру разменяла. Так а зачем вам грудь? А точно. Зачем мне только грудь? Правильно говоришь. На. Вот тут на все. На жопу, на губы. На все. Да, давай. Я уже ремонт по полной. Ну, бабушка, за эти деньги мы вам такой ремонт сделаем. Вип-палату бы вас поселим. Давай. Идемте. Ну что, как я теперь выгляжу? Потрясающе. Вы, вы просто вау. А что вы делаете завтра вечером? Хотя зачем тянуть? Что вы делаете завтра утром? В жек иду. А, у меня есть машина. Могу вас подвезти. Она в вашем распоряжении. Правда, вот с голосом надо будет что-то придумать. Чего ты говоришь, доктор? А ты ничего такой. Доктор говорит, что вы на шалаву похожи. На кого? На проститутку. Ух, сколько лет я мечтала, чтобы кто-нибудь меня так называл. Семеновна с Никитичной умрут от зависти. Сколько время? Шесть вечера. Ну все, пошла я. Как раз возле подъезда все собрались. Ох, обзавидуются. Дедулечка, голосуем за Геннадия Мордачука. Не слушайте ее. Ой, какая и бумага даже с запахом. Вот, пожалуйста, Василий Дураков наш кандидат. Город наш без дураков, потому что в нем Василий Дураков. Что? Да если вы проголосуете за Геннадия Мордачука, у Вас никогда не будут отключать воду. А знаете почему? Потому что они и включать ее не будут. Вот, ужас какой. Но если вы проголосуете за Дуракова, то тарифы уменьшат в два раза, да? Конечно, потому что они вначале повысят тарифы в три раза, а потом уменьшат в два раза. Знаем мы такую схемку. Придумали сами, а? Никто ничего не придумывал. А знаете что? А вот смотрите. Вот вам, пожалуйста, лично от Василия Дуракова. Да, сам собирал зернышко к зернышку. В принципе, из этого можно пазл собрать. Ах, вот так вот. Хорошо. Что? 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 Пожалуйста, лично вам от Геннадия Мордосюкова. Он сам купил для вас. Ага, вот смотрите. Моему любимцу. Чтоб шерсть была пышной. Вам нужна пышная шерсть? Ах, вот так вот, да? Да. Хорошо. Что? Что? Геннадий Мордосюк вам передал. Вот. Вот. Чтобы вам к пенсии... Ай, чё там? Он трудился на заводе, сам своими руками зарабатывал. Не думаю, что вам нужны ворованные деньги. Вот они, честно заработанные. От Василия Дуракова. Сыном в университет мне отправился вам. Сын глупый и тупой, у него сейчас дома. А вы при деньгах. Заботитесь о людях. Хорошо. Что? Вот. Держите. Это чтоб дед что, в шашки играл? А? Пожалуйста. Это всё от Геннадия Мордосюкова. Хорошо. Чтоб вы жили счастливо. Вот вам. Это сначала съедите, а после этого это понадобится. Вот. Мы заботимся о наших избирателях. Пожалуйста. Я не понимаю, что здесь происходит. Ты чё, не местный? Что ты сказал? Я не понимаю, что вы говорите. Ты голосовать будешь? Вас? Я тебе говорю, гражданство у тебя какое. Ишбин Дойчланд. Вот же скотина такая. Найн скотина. Ишбин Дойчланд. Ага, понятно. Ясно всё с тобой, дедуган. Сраный. Сюда. Её бросает на пол. Аккуратнее, дедуля. Отдал сюда. Ай. Вы меня неправильно поняли. Я приехал с официальным визитом из ООН, чтобы проверить, как проходят выборы на местном уровне. Так что вы сразу не сказали. Дедушка, это же всё для вас. Отгибайте Бордесякова. Я так и думал, что уровень коррупции у вас очень высокий. Спасибо. Ауфидерзейн. Ты чё стоишь? Чего вошёл? Давай догоняй его, он же нас всех сдаст. Ага. Дедушка! Слышь, Рамштайн! Дедуля! Вот, это всё для вас. На троих. Эй, слышь, новенькая. Я что, тут одна буду корячиться, что ли? Ну, хочешь корячиться. А если я тут машину выбираю? Это когда это ты себе на машинку заработала? Ой, у вас тут заработаешь. Я всегда устроилась не просто так. А как? Через постель, что ли? Это ты зря. У Леонидыча очень ревнивая жена. Я проверяла. Господи, да нет, конечно. Я хочу здесь познакомиться с мужчинами на дорогих тачках. Понимаешь? А, ты думаешь, они тебе будут платить чаевые? Так вот я тебе скажу. Олигархи ещё те жмоты. Значит так, девочка моя, слушай мне внимательно. Значит, приезжает красивый водитель. Он мне нравится. Я строю ему глазки, и он мой. А если он мой, значит, его машинка тоже моя. А, то есть ты себе жениха приехала сюда выбирать? Конечно же мужа. Жениха ты не возьмёшь, половина его имущества. А, ну да. А вот ты бы на какой машине хотела бы себе мужа? Не знаю, мне японцы нравятся. Японцы слишком хорошие машины, и за ней не нужно ухаживать. Да, ну и что? Ну как, ну и что? Ты хочешь себе мужа, чтобы он за тобой не ухаживал? Ну ладно, а Мерси? Ну Мерси, это же такие быстрые машины. Там всякие гонщики на них ездят. Тебе нужен муж скорострел. А Бэхи? А вот Бэхи, они и заботливые, и щедрые. О, на ловца и звери бежит. Здравствуйте, девочки. Мне бы плановый осмотр сделать. А хочешь, я тебе лично устрою плановый осмотр? Хм, я не против, малыш. Согласен. Давай поедем в кафе, а потом к тебе. Давай поедем, давай. Одну секундочку. Не советую с такими знакомиться. Это самый страшный тип мужчин. В смысле, он же не на лану, все на Бэхи. Извините, пожалуйста, но если вы такой щедрый, я вам сразу озвучу сумму вашего ТО. Это будет 10 тысяч евро. Вы че, совсем охренели, девки? Здесь всего баксов на 300. Вот, я же говорила, это самый страшный тип мужчин. Водитель этого авто, но не хозяин. А, правда водитель? Я поеду на другое СТО. Ну тогда оставьте хотя бы номер телефона владелица этой машины. Хрен тебе, а не телефон. Ты мне не дала, а я тебе не дал. Я же говорила, урод. Это самый страшный тип мужчин. Ну, а ты, дорогая моя, танцуй. В смысле танцевать? Вот, визиточка хозяина машины. О, не благодарю. Следующая бэха моя. Спасибо. Пошли ковячиться, что спасибо. боже евгений как вы вкусно готовите какие порции как аккуратненько все нарезано а я просто педант это неудивительно а ты из этих с каких этих педант это тот кто любит аккуратность здесь главное не спешить просто разорвись на себе если я разорву одежду то оторвется пуговичка придет твой муж и сделать в нас дырочки как как в этой пуговичке так что аккуратно аккуратно видишь как хорошо что я аккуратен а чё так рано с работы отпросился хочу резину поменять ну что похож снег собирается так которая на балконе ну да а зачем тебе ее прямо сейчас менять иди лучше покушай а потом уже займешься делом чё покушать поесть приготовила ты никогда не готовила хотела сделать сюрприз на второй день после свадьбы я сказала я готовить не буду молодая была глупенькая типа сейчас она поменялась пойду проверю неаккуратно это реально вкусно правда ты никогда в жизни не готовила блин а тут ты теперь всегда готов реально вкусно обязательно так я завези найди мой мой молодец мой монстр мой ни хрена себе что там это что-то поубирала все на балконе кто я а да я поубирала я давно говорил ни хрена не делаешь хоть бы делом занялась так ладно а чё я спецовку хотел я на шкафу а может ты лучше вначале резину отнесешь она тут воняет фу а потом уже переоденешься ну чё она воняет ничего она не воняет на фу блин наверное в говно уехал сейчас уберу и а а а женя женя быстрее на балкон а ты что наделал ну что прибрал да он же догадается он же мой ммм 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 а так спецовочка мммм мммм ммм 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 запрятался выходи за лужок я тебя вычислил пожалуйста пойдешь со мной в гараже убирать будем убирать я люблю больше чем заниматься чем-либо другим игорь я сейчас все объясню не надо объяснять мы сейчас в гараж у нас работы куча а ты это тоже вещички свои собери и сваливай отсюда нахер ты мне теперь ее заменишь не ну для секса мы кого-нибудь подыщем другого все равно секс не я был не очень да я думаю не аккуратненько вот-вот бери и гараж пошли красавчик такую бабу с такими руками в жизни не найдешь ну вот здесь вот лёшка мы тебе и купим костюм на хэллоуин как я тебе и обещал ну папа я хочу себе нормальный костюм на хэллоуин а не как в прошлом году из бинтов все подумали что я не мумия а больной какой-то тут личный был костюм ты чего самое главное дешевый ты еще скажи спасибо что ты не в туалетной бумаге пошел папа я хочу себе нормальный костюм на хэллоуин ну человека-паука или бэтмена там тебя мало что у тебя папа как человек муравей на трех работах работает что костюмы твоей маме покупать тебе еще костюмы покупать то щас девушка ну скоро вы там где выходите я перный йод здравствуйте ух ты это у вас что кровь вы тоже к хэллоуину готовитесь да нет это я просто йодом запачкалась блин слушай давай мы возьмем йод и сделаем те костюм бешеной медсестры вообще-то я фармацевт идет у нас закончился жаль девушка слушайте нам костюмчик надо подобрать малому вот мы тут примеряемся что можно вообще для костюма использовать знаю оба те это о а ну дайте смотри бомба синий человек папа я не хочу быть собой хочу это мной сразу потому что когда ты приходишь с рыбалки то мама тебя называет синим человеком много там мама понимает что-нибудь есть еще такое интересное активированный уголь бомба мы тебя щас углем вот так вот разукрасим у тебя будет костюм шахтера или нет трубочистка они сантехника смотрите за три минуты три костюма придумал круто эти все костюмы про тебя что я виноват что я на трех работах работаю добрый день дайте мне пожалуйста зеленкий флакон только быстро чтобы я никого не заразил сейчас слышь малой а ты ветрянкой болел нет у меня есть отличная идея можно вас на секундочку ближе да да еще ближе еще вот ближе до нет теперь ты будешь зеленым и больным тебя не пустят на утренник чтобы ты не заразил всех остальных детей а я спокойненько поеду на рыбалку вот так сколько с нас там за зеленку 10 гривен а ты говорил что за 10 гривен костюм купить невозможно пожалуйста слушайте у вас тут какой-то прищ где тут серьезно блин я что же ветрянка не болел ё-моё тогда вторая баночка вам тоже понадобится нет я хочу на рыбалку а я хочу на хэллоуин ну из-за тебя папа мне придется сидеть дома с тобой и с бабушкой как с бабушкой не-не-не с ведьмой этот хэллоуин я не переживу знаете что дорогие мои родители вызвала вас не просто так обсудить сочинение вашего сына а что с не так ну вот я сейчас его прочту и вы поймете что не так начало ли это было прекрасным горело теплое солнышко и радовала зеленая травка по моему отличное начало хорошо мне нравится такой начал лето травка солнышко ну круто и должны давайте да а так мы с друзьями выпили по бокалу темного пива а вот теперь отличное начало а теперь вы нормально мне нравится холодно если это вообще да да так он дальше и пишет а отличное начало мне очень нравится ну странно просто мой сын он не пьет пиво ну да а послушайте дальше обычно я не пью пиво всегда начинаю с чего-то покрепче ну чай и там кофе нет он здесь уточняет водка коньяк виски так как это этого не может быть и не вы что но мой сын не употребляет такое это это точно я вам говорю как отец вот вот здесь еще про травку пишет травка была зеленая и убойная что что такое как подождите нет но этого быть точно не может куда у него деньги во-первых на убойную травку послушайте это просто писал другой человек по проценту уточняет в скубочках хи 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 читай дальше а потом я пошел к соседке свете у нас конечно есть соседка света но я не понимаю зачем он к ней ходил может за солью ходил или а вот здесь он подробно описывает этот процесс хождение за солью сорванец ох уж я ему оторву спокойно спокойно все это дело я беру под свой контроль я ему устрою вот честное слово можно было такое и это не наш сын это точно но я ему все равно дам по заднице понятно понятно что понятно ясно кто помогал ему писать сочинение ничего не помогал я отец родной молодец так тихо спокойно ты ж кобелина такая да ничего ну соседке он ходил за солью это кобель ты поганый алкашина если надо будет написать сочинение на тему завещание или предсмертная записка вызывайте меня спокойно тихо 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 ай-ай-ай-ай-ай боже мой это же не их сын писал это же не их сын писал